Необычная скульптурная композиция появилась в городском парке 1 мая. Инициаторами акции выступило руководство 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Поддержал проект городской исполнительный комитет. Участие в открытии арт-объекта приняли и представители стран-участниц одного из этапов армейских международных игр 2018 – снайперского рубежа. Воины-десантники, знакомые брещанам подразделений, дислоцируются в городе и являются активным участником большого количества мероприятий. Теперь о нем будут знать не только по большому количеству показательных выступлений, но и по необычной композиции с креативным подходом. В ходе дискуссии было принято, мне кажется, очень мудрое решение – сделать композицию с юмором, потому что юмор – это удел сильных и уверенных себе людей. Это людей, которые знают, что в этой жизни им надо, и они могут шутить по-доброму над собой в том числе. Это хорошая, замечательная форма пропаганды этого славного десантного дела, которое у нас в Бресте на высоком уровне. Теперь у проходящих мимо гостей парка появилась возможность сфотографироваться рядом с большой композицией, высота которой, к слову, несколько метров. А желающие примерить на себе главный атрибут десантника – парашют, смогут сделать это, присев в специальное кресло. А почему бы и нет? Пусть каждый себя почувствует под куполом. Есть возможность дернуть за кольцо и свободный полет. Вообще я предлагаю брещанам чаще улыбаться, чувствовать себя свободней, чаще выходить в люди, общаться – это поможет нам всем. Новую скульптурную группу в День города торжественно открыли и на пересечении улиц Гоголя и Куйбышева. В этот раз свой подарок Бресту и брещанам преподнесли сотрудники предприятия «Брестводоканал». Одну из старейших городских аллей украсили стилизованный фонарь и скульптура сантехника. Есть вещи в городе, которые создают атмосферу. И эту атмосферу создают маленькие-маленькие нюансы. Я думаю, что по нашему бульвару уже их достаточно много. Многие из них не похожи на фонари как таковые, но в принципе в целом сохраняется общая линия. Я хочу поблагодарить наш «Водоканал», который является наиболее креативным подразделением нашего городского коммунального хозяйства. Девушки самые красивые именно в «Водоканале» и ребята самые талантливые – это работники «Водоканала». То есть все, кто выступал, это все работники нашего предприятия. И сказать, что вы молодцы. Скульптурная композиция сантехника – образ собирательный. Коммунальники вложили в него значимость труда не только специалистов предприятия «Водоканал», но и всей системы ЖКХ, сотрудники которого профессионально делают все возможное для круглосуточного обеспечения брещан качественной водой и теплом, а также поддержания здоровой экологической обстановки. К слову, и фонари, и сама скульптура изготовлены специалистами «Водоканала», как и артисты, выступившие на открытии. Предприятие гордится своими талантами. Все сделано практически своими руками, работниками водоканалов. Ребята оставались после работы в мастерских, варили вот эту вот композицию лавочки, находили эти старые бэушные задвижки, пескоструили, приводили в такое вот состояние, чтобы можно было его выставить людям на показ. Нашли старый водомер, тоже его обслужили, поремонтировали, поставили здесь. Ну, фантазия была за работниками, конечно, предприятия. Они пришли с этой инициативой. И я вам честно скажу, я очень рад, что на «Водоканале» сегодня работают неравнодушные люди. Новому арт-объекту уже дали имя «Афоня». А вместе с ним на Гоголевскую аллею пришла и новая примета. Если потереть разводной ключ Брестского сантехника, то проблем с водой не будет целый год. Ирина Альшова, Анастасия Ноздренплотницкая, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Бук-ТВ.